На улице 9-й линии ведется грандиозное строительство многоэтажных домов. Конечно же, застройка идет, по мнению местных жителей, с жуткими нарушениями градостроительного и экологического кодексов. У меня окна как раз выходят вот сюда. И вот когда началась вырубка массовая деревьев, я обратилась к строительной компании, попросила разрешение. Они мне предоставили разрешение, показали сомнительного качества разрешения. И там разрешена 8 деревьев вырубка. Это как раз вот они ведут застройку, вот там. Там им выделено 6 тысяч квадратных метров. Там они вырубили эти деревья. Здесь они прокладывают коммуникацию. Массив находился прямо вот отсюда, и тут вырублено уже более 40 деревьев. Я обращалась в прокуратуру в пятницу и в четверг, в природоохранную, Куприну Дмитрию Игоревичу. Сказал, примем меры. Но сегодня вырубка продолжается. Эскаватор стоит, сегодня повалили опять несколько деревьев. И, в общем, мы лишимся всего. Вырубка зеленой аллеи продолжается и сегодня. Канализационные трубы многоэтажек подвели к ливневке, которая и так не очень-то справляется. Сваи на стройке вбивают с утра и до позднего вечера. Открыть окна в квартирах просто невозможно. Возле детской площадки вырыли котлован, на дне которого лежат электрические кабели. А на неогражденной территории стройки гуляет взрослый, агрессивный ротвейлер. Вот у меня есть тезисы самого Сальникова. Этой застройку ведет депутат нашей облдумы Сальников. И вот у меня даже его тезисы есть. Значит, он говорит, значит, словами нашего депутата, вот прям его, и я взяла из его, значит, использование земель, земельного участка, прилегающего к выделенному подстроительству. У них там выделено подстроительство. Это есть зона творчества, в кавычках, местных разного уровня чиновников, которым он и является. Это депутат, который должен защищать именно природу и все окружающее. Он все уничтожает на своем пути. Абсолютно все будет вырублено. Сайт компании «Развитие строй» закрыт по техническим причинам. Но по плану, который был размещен на нем ранее, прекрасно видно, что дом будет не один. А стены новостроек практически впритык прильнут к окнам уже жилого дома. То, что вы должны за квартплату, я скажу, да, должны. Ничего не должна дальше. Как же не должны? Вы должны 3 тысячи, вон на подъезде висит, что вы должны за квартплату. Я не должна. Посмеялись. Я платила 400 рублей. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили 2 минуты назад, что там кто-то рыб будет кормить, как Федя Проваторов. Ну, озвучите это снова, что ли? Зачем? Ну, что вы так вот? Не стесняетесь. А вы что, скажите тоже это самое? Зачем? Повторим за вами. Нет, я этого говорить не буду. А почему? Потому что. В общем, проблем у жильцов дома полно. Решать их и без того трудно. Так еще и соседи жизни друг другу не дают. И что тут обиднее, понять затруднительно. Ну, мы с вами. Ну, мы с вами будем. Продолжение следует...